Для хорошего снимка мало правильно выстроить кадр, рассказывает Дмитрий Иванов. Мастер знает, что важнее вложить в фотографию свою индивидуальность. Тогда и снимок запомнится не только заказчику, но и самому себе. Фотография для меня это либо показать мир, как я его вижу, если мы говорим о творческой фотографии, либо это просто запечатлеть момент какой-то эмоциональный, красивый, близкий сердцу заказчику. И поэтому я очень люблю фотографировать эмоции, когда человек находится в таком состоянии, когда показывает свой внутренний мир, когда показывает, что он переживает. С мнением, что самые яркие фотографии получаются на торжествах, Дмитрий не согласен. Он активно занимается спортом и, соответственно, влюблен в спортивную тематику. Подобные фотосессии являются его основной работой на протяжении шести лет. Чтобы передать всю страсть и упорство спортсменов-моделей, либо устроить качественное фото биеннале. У Дмитрия свои приемы. Есть определенный список этих приемов, чтобы создать кадр, но, наверное, каждый художник, каждый фотограф в поисках того самого идеального своего кадра. Я, как и многие фотографы, люблю работать со светом. И мне нравятся, например, фотографии в темном ключе, с одним источником света, рембрандтский свет. Вот мне вот это близко. Наряду с адептами цифровой съемки есть в Самаре и любители классики. На пленочный фотоаппарат Филипп Елистратов начал снимать еще в 2009 году. В 2016 на базе творческого кластера «Дома-77», что на Ленинградской, собрал таких же увлеченных единомышленников. Больше всего ребята ценят именно кропотливый процесс проявки, когда своими руками из пленки создают снимок достойной фоторамки. Тебе понадобится и пленка, и фотобумага, и реактивы, и какое-то оборудование. И, конечно, чем дальше ты, чем глубже ты ныряешь в это все, да, все становится дороже, все становится сложнее. И здесь это такое, у самурая не цели, есть только путь. По сравнению с цифровой съемкой, ее аналоговый вариант менее затратен, рассказывает мастер. Поначалу достаточно будет от 3 до 5 тысяч рублей на первую камеру и 30 метров пленки. Если делать все вдумчиво и понимая, что ты делаешь, и, я не знаю, последовать некоторым советам, то порог вхождения минимален. А у многих какая-то камера уже лежит где-то на антресоле, отсталась от бати, дедушки, бабушки и так далее. Если фотоаппарат финически исправен, это достаточно будет для съемки. Всемирный день фотографии – праздник не только профессионалов, но и тех, кто любит фотографироваться. Ведь особо ценными для нас снимки становятся спустя годы. Михаил Ермоленко, Василий Калдашов. События.